Но пил начинается с уборки. Это очень наше. То есть, если вы неправильно убрали, то вы получаете сразу фиаска. Опять я обращусь к коллеге Леонидовне. Неправильно убрали, неправильно распределили солому, неправильно убрали низкий срез, неправильно убрали, неправильно измельчили солому. Но очень хороший фактор измельчения соломы. На этом обострю внимание. У меня на моих комбайнах через нож снято. На измельчителе. Я не делаю солому маленькой, я делаю солому крупной. Это маленький, но вот такой вот фактор. Ну понятно, чтобы балансировка была на измельчителе аккуратненько. А так у меня через нож снято. Уже давным-давно. Все. Срез. Пивная бутылка. То есть приезжал ко мне я аргентинец и Небельск. Прошла жатка, пивная бутылка стоит перед жаткой. Прошла, пивная бутылка должна остаться. Два междоуслия. Ну это если на зерновой мешает. Комбайн. Лексион. Рядом с ним. Это что? Не, ребят, это не КамАЗ. Это ваш враг. Это проблема номер один. Он на три метра утрамбовал вашу почву. На три. В любой. Хорошо у вас суд весь. Она потихонечку сыграет. Мороз и все остальное. А если у вас суглина. То за ним такой будет след. И вы будете очень проблему от этого иметь. Мы решили эту проблему очень просто. В 2006 году мы начали заниматься. Выезд на поле одного КамАЗиста. Тысячу рублей штрафа. Отъездили сразу. Уговаривать и все остальное. Бесполезно было. Пришли в бункер накопители. Либо выгрузки на краю поля. Делим поле пополам. Если большая урожайность. И вывозим бункер по полю. У нас бункер едет по полю. У нас комбайн выгружается. Но до бункера. Здесь стоит. Видите? Здесь стоит узкая резина. У нас стоит широкая резина. На тракторе у нас резина 0,8 атмосфер. При посеве. При бункерах накопителя. На тракторе 0,8 атмосфера. Есть и спарка там 0,6-0,8. Там нельзя одинаково на спарке. Чередование культур. То, что я говорил. Не буду заострять внимание. Это то, что говорила Ольга Леонидовна. Всем понятно? Да, кому непонятно. Задавайте сразу вопрос. Непонятно? Хорошо. Если быстро. Широколиственные и теплые. Какие у нас культуры? Сейчас покажу. Злаки холодного. Весеннего периода. Злаки холодного. Осеннего периода. Ну, это зимняя пшеница. Ячмень. Овес. Рожь. Тридикали. Кто чем занимается. Широколиственные и теплые. Подсолнечник. Сафлор. Соя. Злаки теплые. Проса. Кукуруза. Сорга. Широколиственные и холодные. Передо мной выступал мой коллега. Это рапс. Это горох. Вика. Нут. Вопрос. Непонятность нутом. Кто занимается, знает. Его можно раньше посеять. Хороший урожай получить. Можно позже посеять. Получить либо фиаско, либо хорошее урожай. То есть культурка вот непонятная. Сольном то же самое. Мой опыт. Я чуть позже сею. Есть ребята, которые сеют лед рано. Получают лучший результат. Все зависит от природоклиматических условий. То есть здесь широколиственные и теплые. Вот то, что я обозначил. Гречиха. Соя. Ну это быстро. Сейчас пробежимся. Подсолнечник. Так, поехали дальше. Горох широколиственные и холодные. Эти культуры почему так вот разделяются? Я для себя просто понимаю. Это лен, красивейшее поле. Это группы. Давайте так обозначим. Это не культуры. Это группа. Широколиственные и холодные. Широколиственные и теплые. Злаки холодные. Злаки теплые. Почему группы? Потому что я могу на этом поле посеять любую культуру. Не акцентируйте внимание. Любую культуру из этой группы. В данный момент. Не обязательно подсолнечник. Не обязательно сою. Но мне экономически выгодно посеять в этом году. Из этой группы. Это завтра. Там будет другая моя лекция. И там расскажу поподробнее об этом. Каким образом можно получать хорошую рентабельность на этом вот факторе. Выбор культуры из группы. Не нарушая севооборота. Ну вот примерный севооборот, который мы начинали с 2006 года. Это вот наш был севооборот. Почему говорю? Начинаем мы с подсолнечника. Ни с пшеницы, ни с гороха, ни с кукурузы, ни с тепленья. С подсолнечника. Потому что на подсолнечнике тогда было классика. Мы его сеяли поздно. Часто не убирали. Проблема была с рассоленностью. Гербицида по классическому не было. Но мы подсолнечник начали сеять евроладинами. Ура! Поля сразу чистые. Севооборот входим. И вперед. Заря на встрече. Сразу ячмень. Сейчас у нас по подсолнечнику, по евроладинам. Евроладин плюс сейчас используем. Мы сеем азимую пшеницу. Урожай по подсолнечнику после гороха и после подсолнечника. Азимая пшеница практически одинаковая. 1,2 центра. У нас урожайность после подсолнечника и после гороха. Азимая пшеница одинаковый урожай. на данный момент. Снижение урожайности мы не наблюдаем. После действия хирпицидов, повторюсь, клеофилд плюс. Не клеофилд, клеофилд плюс. Не видим. После действия клеофилда. Почему здесь еще, обратите внимание, эта культура нам создает поршневные, про что вы говорили, ошибка вашего соседа. Она нам дает поршневные остатки. Правильно? Солома. Дает солома. Супер-пупер. Дает солома. Горох. Дает солома. А у нас он проблему создал. У нас была такая проблема, когда мы сеем по гороху пшеницу, то по пшенице обязательно нужно было работать финицидами. У нас реально пшеница болела. При всходах. Почему? Мы горох, на сегодняшний день мы получаем 42-44 сантиметра с хектара. Можете представить, какой горох, какие поршневные остатки. Происходит осенью, в сентябре месяце мы выезжаем сеять. Лежит эта солома. А в июле убрали этот горох. Если прошел дождик, что происходит? Солома гороха начинает гнить. Мы вздеваем пшеницу, а здесь гниющая солома. Ну, не синиющая, а разлагающаяся солома. И получаем сам себе проблему. Произошел один случай случайный. Ну, подошли овраг, полполя гороха сгорела. Не гороха, а уже после уборки. Пожневые остатки вместе с соломой. На этом поле была шикарная пшеница, вот это полполя. С тех пор мы солому с поля вывозим всю. Если у того, что вывозим, то это грамм. Тюгуем и солому после пшеницы, после сеем горох, убираем, кладем на ряды и тут же вывозим. Пшеницу сеем без пшенивных остатков. Больше гороха мы не оставляем. Все, проблема ушла. То есть мы вот здесь поймали солому, пожневые остатки себе сделали. Там у нас нет. Осенью сеем пшеницу, там пожневых остатков много не нужно. Почему? Потому что она потом раскручается, весну заходит и нам не очень важно, чтобы у нас был постоянный покров. Вот это интересная вещь, предыдущая коллега рассказывала. Бинарные посевы. Я называю совмещенные посевы, чуть-чуть бинарные, меня, мое ухо режет. Есть отрицательные результаты у коллег. Поэтому я стараюсь это слово заменить вот таким вот штучком. Есть опыт, это мой личный опыт. Есть опыт соя, лен. Завтра на лекции увидите фотографии, все остальное. Есть опыт корчицей Вика, редька, редька-хречиха. Ну, разные. На сегодняшний день, опять завтра будет, на сегодняшний день скажу, что благодаря совмещенным посевам можно добиться уйти от ербицидной обработки, уйти от инфицицидной обработки. Вообще уйти. То есть совмещенные посевы не двух культур, а пяти, шести культур, которые хорошо друг дружкам дружат. То есть есть понятие синергизм. Кто боится вот этого вот? Или давайте так, кто хоть раз сеял вот такие посевы? У кого был опыт? Вика с горчицей сею. Вика вез. Вика вез. Всю жизнь сеяли на корм. Вы когда-нибудь Вика с горчицей, вы ербицидом работаете? Нет. Даже в мыс не приходит. Я и инфицицидом работаю. И инфицицидом не работаю. Вика вез. Наши деды, прадеды, мы сеяли на корм, на сенах, на сенах, кто же чем там пользовался. Хоть раз с гербицидами заходили. Думаю, даже у мани, даже желания ни у кого не было. У кого еще есть опыт? Совместный, спасибо. Чечевица, ле. Ну, к примеру, смотрите. Подсолнечка речиха, я мешаю в одну банку. 4 килограмма, условно, 4 килограмма подсолнечка, 5-6 килограмм речихи. Кукуруза, соя. Здесь пробовал сеять рядами кукурузу и сою. В конечном итоге кукурузу и сою сею в одной банке, мешаю с помощью бетонной мешалки. Сеем. Одно семя кукурузы, два семя не сои. Гербициды есть, можно спокойно работать, без проблем. Технология работает. Пшеницелем, здесь они расслаиваются, то есть мы применяем, нам из 10, мы сыпем 8 килограмм, значит, мы применяем ящики, селки, ящики для мелкосемянки. Это вот прочесывающий жанр. Кто применяет? Один из показателей. Почему? Февраль месяц нагревается соломина, нагревает вокруг себя, и как канал, все туда тонет. То есть земля не промерзает, биота живая, и вся вода у вас остается весь снег. Это ваши деньги, остается в поле. Это вот покровные культуры такое дают, это дает отчесывающая жадка, именно вот этот вот эффект. Нагрева соломы. Вот, февраль, пригрело, и все там, не в обраге, а у вас. Ну, немножко балуемся, повторные посевы. То есть, стараемся убирать пораньше, и попробовать сеять повторные посевы. Удается, удается лен, удается соя, удается, сорга не получается, есть фотографии сорга, но не получается, потому что у нас нет сорга с коротким сроком созревания. Удается сеять те культуры, которые идут на сенаж. Получается, работаем. Гречиху сеем, гречиху, сеем просо, сеем кукурузу на силос, сеем подсолнечник, с коротким переводом вегетации. Получается, получается с помощью рукавов заложить зерно с более влагой, то есть, более ранее убрать. Получается, подгоняем, в это, в посевах есть сорта пшеницы с коротким сроком вегетации, с озимой пшеницы. То есть, не просто так. По поводу покровных культур. Я их назвал здесь, в данный момент, коктейлями. По подсолнечнику, по ячменю, максимально нужно насытить землю живыми корнями. Путей очень много. Покровные культуры на сегодняшний день я останавливаю механически. Либо это коток, который любящий. У нас у многих есть, потому что первая проблема, которая у нас возникла, это посев по подсолнечнику, особенно в осенье. То есть, бутылка зеленая и рвет семипроводы, рвет контроль высева. Есть проблема. Либо заматывается и начинает брусфер обработать. Поэтому мы практически многие приобрели катки рубящие. Вот коктейль седератов, покровные культуры я приминаю данным катком. Приминаю его я в фазу бутанизации. Максимум. В это время растения имеют максимальное количество питательных веществ. Способ посева разный есть. Первый способ посева дров. Пользуюсь. До уборки по фукулокам. Кто читал, кто не читал, рекомендую. Перед тем, как убрать, нужно посеять. Не все культуры можно посеять. Норма высева, культура. То есть нужно сеять культуры, которые умеют сходить, имеют возможность сходить с поверхности. Это крестоцветные, это лен, это овес, это рожа, это гречиха. Они сходят с поверхности. Я стараюсь вдруг засыпать. В этом году сделал самоходный опрытыватель с сейлкой электрической. Эта сеялка представлена здесь на стенде. У ребят там нютихажа есть, там просто маленькая, есть побольше. Эта сеялка позволяет, я ставлю на самоходный опрытыватель и сею за 2-3 недели до уборки зерновых. Гороха, сои. Рассеваю коктейль седиратов. Вот то, что мы получаем, задача максимальное количество живых корней в почве. Еще скажу, на сегодняшний день начали применять повторный посев покровных культур. То есть первый посев, в моей зоне это есть возможность, если есть дожди. Первый посев это те культуры, которые быстро растут, создают большую массу и с большим содержанием углерода и азота. Углерод у нас создает кукуруза, сороха, сороха, суданский гибрид, овес, бобовые у нас создают, то есть азот у нас создают бобовые культуры. Максимальное количество. Гречиха туда добавляется для калия, быстро тоже растение растет. Вот про что я вам говорил. Задача коктейля по поводу культур постоянной живой корни, увеличение углерода, датусность НПК и всех остальных и укрытая почва, цитая биота. Что такое укрытая почва? На сегодняшний день у меня где-то сантиметров 15-20 лежит покровная культура, которую я примял. В данном случае у меня было орудие, видео будет, было орудие лучи. На лучи мы поставили сейлку электрическую, которая здесь представлена. На эту сейлку мы засыпали зимующие культуры три сорта тритикали, которые расставят сенажного направления, двухметровые тритикали. Один из сортов, двуручка, хлебород, он ниже, но он имеет возможность спуститься и весной, и осенью, вдруг, если не взойдет. И по-зеленскому высеять, и чтобы получить хотя бы просто корни, а весной будет исключение. озимый ячмень и озимую вику. Вот это мы намешиваем, и идет повторный посев покровной культуры. Приминание свежих, сочных покровных культур, которые мы высели в предыдущую культуру. Вот так мы это делаем, это укрытая почва. У соседей, у классиков на сегодняшний день почва у нас промерзла где-то сантиметров от пяти до пятнадцати, у меня почва в этом роду вообще вот ходит она. Ну, потому что одеяло лежит. Одеяло лежит там 10-15 сантиметров, покровная культура, работает биота, и все хорошо. Единственное, когда приминали, обязательно делали, ну, просто между лучевниками оставляли где-то 30 сантиметров. Ну, раньше называли кулисы. На всякий случай для снегозадержания. Просто оставили. Можно оставить, можно оставить, но я решил оставить. Смотрите, мой опыт, работая в компании «Авангард», ну, в жизни так пришлось, опыт хороший, компания «Авангард», они заходили в центральные черноземки, имея уже три работающие саладовни. И задача их была с минимальным количеством земли, чтобы все три саладовни запустить и чтобы они работали максимально 365 дней в году, снобить сырье, своим сырьем со своей земли. Президент «Авангард» поставил условие перед агрономом Махалдин Михаил, чтобы все сто процентов земли можно было использовать под посев ячменя преговаренного. Максимально. Это реально? Кто скажет, что это реально? Поднимите руки. Пару раз можно было преговаренного. Михаил сказал то же самое. Он тогда, Кирилл Владимирович, спросил меня. Можно? Я говорю, легко. Когда мы сеем ячмень? Апрель. Когда убираем? Конец июля, ну, начало августа. Правильно? Что мешает? Посеять горчицу. Кто сеет? Ты рассказывал, сеяла горчицу? Да. Посеять горчицу, что мешает? Пусть ячменя. Что мешает посеять горчицу? Давайте горчицу. Либо покровные культуры. Ничего не мешает. Сколько они будут вегетировать? 3-4 месяца. Даже 2 месяца достаточно. И на следующий год тут же посеять ячменя. Что мешает? Стоп, секундочку, а какая засуха? Вы посеяли редьку масличную, она у вас выросла вместе с горчицей и вместе с Викой по пояс. И ушла в зиму, даже если вы не наклонили. Ушла в зиму. Вы в Балтайском крае спокойно поймали снег. Легко. Васильцов Василий Алексеевич, вам пример. Фотографии его в интернете есть даже этой зимой. У него метровый слой снега лежит, у соседей нет. Вообще без проблем. Эффект стоячей соломины. На моей фотографии вы видели. То есть вся влага остается там, где она есть. Во врагах ничего не будет. Посеять по такой почве легко. Кстати, очес. Вы же применяли, да? Какова структура почвы? После очеса. Все отлично. Сеется как по маслу. С СЗ-шкой можно посеять. То есть там структура почвы совершенно другая. Я это сравниваю со щучкой икрой. То есть структура почвы как бы 2 миллиметра вот эти две хорошие. Как хороший-хороший творог. Вот так вот получается. То есть реально ячмень, покровные культуры, там, седираты и опять ячмень. Реально? Реально. Реально. Что вам мешает? Что? Хорошо, не проблема. У вас какая культура? У вас подсолнечек свое? Ну, а в чем проблема посеять рож? И сорвый государственный гибрид? Рож? Сорвый государственный гибрид смешали и посеяли. Добавьте вику. В смысле? Подождите. Щищевица вы когда убираете? По щищевице иди сюда. Хорошо. Сою вы убираете и по сою вы можете посеять третикалия, хлебороб, двуручку. Нет, при сою просто и добавить посеять. Почему? Потому что убирать практически по морозу и посеять. И сразу сеять. Сразу сеете. Секундочку. К сожалению, я не помню здесь. Запрекулись. Вот на телефоне, ну, если кому подвижно видно, можно, я передам. Я в интернет выкладывал. Это 4 декабря. Мороз минус 13. Я сеял горов зимующий, горов хировой, кориандр, кормовые бабы. Посеять можно. Самое главное, чтобы выросло. Выросли. Выросли. Реально выросли. Яровой пшениц. Дальше что получается? А дальше приходит весна и вы сеете. У вас сои и подсолнечник. Культуры позднего сева. Вы даете возможность этим культурам, которые вы посели злаковые, либо рожки, если у вас есть возможность, либо третекали двурубочку, либо овес, либо яровую пшеницу посеять, чтобы она не взошла. Чисто она наклюнулась, корневую систему развила, а не взошла. И тогда вы максимально оттягиваете их процесс вегетации, даете возможность им распуститься. Но есть опаска, что она вынесет влагу. Чтобы не вынесла влагу, это злаковая культура, ее нужно сеять 20-25 килограмм максимум. То есть никаких ни 100, ни 50. То есть ваша задача получить максимальный хорошо развитый корень. За двое суток до этого обработать лифосадом и посеять подсолнечный союр. А что вам мешает сеять только маржинальные культуры? С помощью живых корней, которые вы любой ценой научитесь просто их сеять. Вот задача просто сеять в живые корни. Просто задача номер один. Как задача у вас по классике. Перед тем, как уйти в зиму, нужно задисковать, залучить, выбор и хрень сделать, спахать. У вас задача стоит? Стоит. Иначе вы весной не посеетесь. То же самое научитесь сеять живые корни, чтобы они весной у вас были. Просто научитесь любой ценой дронам, самоходным опрыскивателям, сеялкой, чем угодно. Но посеять живые корни, чтобы у вас они были весной. И вам будет по-барабану какую культуру вы будете сеять. Потому что с помощью живых корней, которые могут состоять хоть из злого, хоть из сдерживых, хоть из холодных, хоть чего, вы можете просто легко прерывать свой силоборот. То есть легко прерывать чередование культур. У вас не будет никакого последействия от рапса по рапсу ячменя, по ячменю и т.д. и т.п. Потому что между ними будут те культуры. И не одна культура, а смесь культур, она будет более эффективно разрывать этот паку. передавание культуры, силоборот. Согласны? То есть посеять не убрать, скажем так. Еще раз. Получается как бы посеять, но не убрать, а ваша задача сей маржинальную культуру. Для того, чтобы ее сеять, маржинальную культуру, сою по сончику, по сончику, по соне, я условно говорю, между ними должна быть культура, которая уберет все после действия. Понятно. Например, у меня есть друг, который занимается картошкой. У него нематода. Верколь, вопросов нет, рельку масличную. Да ладно? Пусть картошки он сеет рельку масличную. И на судьбу сеет картошку. Нематода ушла. Он в шоке. Он не научишь ему классик штук-гектар картошки. Просто штук-гектар на орошение и там все в оборот сильно не поменяешь там лимитирующий фактор на орошение. Ха-ха-ха. Субтитры Продолжение следует...